Водка Я Алексей Егоров, такой же покупатель, как и вы. У меня тоже есть дети, я хожу в магазины и меня тоже пытаются обмануть. Но после моих программ меня часто спрашивают, а что выбираешь ты сам? Неужели выхода нет? В своем новом проекте я докажу, выход есть. Я научу вас выбирать то, что не побоюсь давать своим детям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Его любят и дети, и взрослые, и даже политики. Вот и премьер-министр Владимир Путин однажды признался, что с детства любит мороженое. Вкусное? Нормально. Дашь мне лизнуть? А? Дашь мне как-то. Президент Дмитрий Медведев лизнуть не просит. Мороженое он сам покупает. Спасибо вам большое. Да, как нельзя идти. Ну а лидер ЛДПР Владимир Жириновский и вовсе раздает бесплатное мороженое. Приедет друг волшебник в голубом вертолете и подарит 500 из химов. Мы привыкли считать, что мороженое это абсолютно безопасный и чистый продукт. Казалось бы, что может быть плохого в замороженном молоке, но оказывается это не так. Синтетические усилители вкуса, заменители вкуса, красители. Помните знаменитый выезд Владимира Путина в супермаркет, когда он жаловался на дорогое мясо? Эта история прошла тогда по всем телеканалам, но немногие знают, что за кадром остался еще один эпизод. В дороге молочники жаловались Путину на мороженое. По дороге туда ему... И обратно. Если бизнес-элита обращается с жалобами на самый верх, на мороженое, видимо и впрямь не все в порядке в этом сладком замороженом десерте. И так мы решили провести собственное расследование. Попросили сенатора Валентину Петренко купить мороженое в магазине Совета Федерации. Здравствуйте. У вас свежее мороженое? А депутат Антон Беляков специально для нас закупил мороженое в Государственной Думе. Вот это мы купили на входе в Нижнюю палату парламента, в Государственную Думу Российской Федерации. Премьер-министра Владимира Путина мы попросить не смогли. Он купил мороженое сам. Первый раз на выставке Уралэкспо Армс 2000, потом на авиасалоне Макс. Вот он выбирает шоколадный рожок. Так из чего же состоит мороженое первых лиц? Пришло время привести экспертизу. Итак, мы лизнем вместе с премьером, уснем с президентом, а теперь зампредом Госдумы возьмем из рук депутата и заберем его у сенатора. Вот само мороженое, оно не жирное обычно. После этого руки не смоешь. Все эти сладкие радости мы сдали на анализ в лабораторию «Союз экспертиза». Там мороженое из твердого состояния перевели в жидкое, потом в газообразное. И таким образом ученые докопались до сути. Начнем с Совета Федерации. Это пломбир. Все-таки мы видим добавку. Небольшую, только 20% растительных жиров. Но тем не менее видим это мороженое. Для пломбира это совершенно недопустимо. А что у волшебника Жириновского? И хорошо, что он его не ел. Мороженое произведено с заменой, это правда. Но замена составляет не 75%, как утверждает производитель, а гораздо больше. Такая замена отражается на вкусе. Теперь результаты проверки мороженого из Госдумы. Эти два образца из всей коллекции – это образцы с минимальным количеством молочного жира. То есть в одном замена произведена на 90%, а в другом замена произведена на 97%. Два экземпляра от премьер-министра. И по этикетке, и фактически нами определенная, составляет всего 50%. Органолептика, да, вкусовые качества лучше, безусловно, при таком соотношении. Это мороженое предпочтительнее предыдущих по качеству. Но и самое главное – президентское мороженое. Замена 80%. 80% – это много. Это, в принципе, потеря вкусовых качеств. Выходит, не все мороженое одинаково прекрасно. Действительно, кругом растительные жиры, молока, как старым советским мороженым, не достает почти везде, да и вкус не тот. Так кто же испортил вкус нашего детства и, главное, чем? Чтобы ответить на этот вопрос, наши корреспонденты закупили мороженое в разных регионах России. И вот сегодня все это сладкое разнообразие в нашей студии. Вот оно, мороженое, купленное нашими корреспондентами в разных концах страны. Дорогое и дешевое, с наполнителями и без. Сегодня мы будем разбираться, из чего его теперь делают. У нас в студии главный мороженщик России, а точнее, руководитель Союза мороженщиков, Валерий Елхов. Валерий Николаевич, давайте разбираться, где здесь мороженое, а где миларин? Позволю сразу себе сказать, что миларины здесь нет. Это провокация, мягко говоря. Но, тем не менее, будем отталкиваться от того. Как это провокация? У нас же вот-вот должен был войти в действие вот этот новый термин – миларин. Нет, уже он никогда в жизнь, я думаю, не войдет. Во всяком случае, при нашей жизни. Потому что полтора года эта тема обсуждалась. Были попытки навязать нам американскую терминологию. Мы остались на своих пока традициях, я имею в виду классификацию. То есть у нас на данный момент есть мороженое, сделанное из молока, и есть мороженое с растительными жирами. И есть мороженое, сделанное на основе фруктов. Три группы. И есть мороженое на основе фруктов. Давайте разбираться вот с этой горой. Мы попробуем разделить на три части. Где мороженое, где мороженое с пальмовым или кокосовым маслом, а где фрукты. Поехали. Для того, чтобы определить, надо просто посмотреть для начала на упаковку этикетки. Смотрите, написано. Пламбир, стандарт такой-то. Это ко мне. Ошибки быть не может. Ванильная шоколадная глазурь. Ваша. Пламбир. Ваша. Опять ваша, как в том фильме, да? А что за миф вот о вкусе старого советского мороженого? А на самом деле это не миф. Вот часто спрашивают, а вообще чем отличается или как охарактеризовать российское мороженое? Главный признак, ну, по всякому случаю, я о нем знаю, это ярко выраженный молочный привкус. Если вспомнить предыдущие наши годы, ну, наверное, лет 20-30 назад, то ассортимент был достаточно небогат. Подождите, сейчас я вас хочу перебить. Пожалуйста. И пригласить в студию человека, который помнит. Приходите к нам в старое доброе советское время, певица Валентина Легкоступова. Помните вкус? Здравствуйте. Ну-ка, я тоже не помню. Старого доброго советского мороженого. Вряд ли еще помню, наверное, конечно. Но не важно. Ну, не важно. Я хорошо сохранилась. Благодаря мороженому. Да. Какое оно было вот то самое, наше родное мороженое. Очень вкусно. Вот просто вот настолько вкусно, что по ушам бегали мурашки от удовольствия. У вас сегодня есть невероятная возможность запустить мурашек по ушам еще раз. Пальцем вкуснее, да? Ну, эффективный стажа, поверьте. Отличаете? Ну, мало отличается, честно говоря. Давайте мы проведем сейчас небольшой эксперимент. Сейчас я вам завяжу глаза. И с завязанными глазами мы вас будем продолжать кормить. Уже не то, что эти два кубических метра нужно будет съесть, а всего-то нам всего 44 пачки мороженого. Почувствовать, отличаете ли вы на вкус. Валентина, с вашего позволения, скажите «А». «А». Вот немножко синтетический вкус, мне кажется. Это, между прочим, было то, на котором было написано «молочное». Да. Дайте вот это. Попробуйте вот это. Вот это. Говорите «А». Расскажите, что вы чувствуете. Ну, вот того вкуса детства нет, честно говоря. Я думаю, к утру мы с вами определимся, этот или нет. Мы ищем вкус детства. Но вот это третье, оно какое было, по-вашему? Еще раз. За папу, за маму. Так, ну что же, мы приходим к неожиданному наблюдению, что какое мы вам не даем, разницы между одним и другим вы не чувствуете. Значит, что и требовалось доказать, разницы на вкус мы не почувствовали. Но. Но это может почувствовать всегда профессионал-дегустатор. Это первое. Во-вторых, покупатель наш не как Валентина с завязанными глазами, да? А он может все это выбирать сам осознанно. Первое. Если вы хотите купить пломбир или там сливочное и молочное, нет ничего проще. Во-первых, на названии сразу написано мороженое. Пломбир. Если нет, здесь вы увидите государственный стандарт 2005 года. И мороженое с растительным жиром. Пожалуйста, написано, читайте. Мандариновый. Мохито. Мохито. А слова мороженого нет. Вот если я мороженое покупаю, я вот это вот все никогда не покупаю. А вы как выбираете? Мороженое с растительным жиром. Видно? А, мороженое с растительным жиром. Конечно. А торговая марка может быть там гигантнее, гигантнее. Вот чем красивее упаковка, тем, мне кажется, вот оно менее вкусное. Ну что, со вкусом мы вроде разобрались. А знаете ли, как выглядело первое на планете мороженое? Месопотамия. Именно здесь, пять тысяч лет назад, человек разумный впервые лизнул мороженое. Так предполагают одни ученые, другие протестуют. Мороженое, как и все вокруг. Китайское. Так каким оно было, первое мороженое, отвечает официальный представитель музея Востока. Это лед, снег, кусочки апельсина, кусочки лимона, зернышки граната. Лед, кусочки апельсина, кусочки лимона, зернышки граната. Судя по рецептуре, каким-то таким было первое на планете мороженое. Самое главное, в нем не было ни молока, ни сливок, ни сахара. В наше время никому и в голову бы не пришло брать в рот вот такое лакомство. А в древние времена в Месопотамии лизнуть, куснуть и насладиться было по карману лишь избранным. А есть упоминание о том, что один из китайских императоров Тангюй свой рецепт мороженого придумал. И там он уже употребил молоко. Тайный рецепт император унес с собой в могилу. И не он один. Секрет мороженого еще долго охраняли не хуже самих императоров. Ведь в жаре лед ценили на вес золота. Столько же стоило его хранение. Это повторюсь в Китае. А вот в Египте к столу фраунов сладкий лед доставляли по Нилу. Впрочем, мороженым в всех местах были очарованы не только императоры. Его очень любил великий Александр Македонский. А мороженым писал подешедленник Марко Поло. Это сейчас Италия, столица мороженого. А лет 700 назад итальяна Вера не просто не пробовали, даже не слышали о таком лакомстве. Именно Марко Поло привез на Сицилию китайский рецепт. Снег с вершины вулкана Этна и стал основным ингредиентом. Об этом вулканическом десерте нашим зрителям рассказывал Вадим Глускер в фильме «Настоящий итальянец». Позже итальянцы похимичили замороженным молоком и сахаром. Затем рецепт улучшали французы. Впервые придворные соткаежки попробовали замороженные фруктовые шарики на свадьбе французского короля Генриха II и итальянки Екатерина Медичи. С тобой во Францию из Италии Медичи привезли своего шеф-повара. Он-то и раскрыл хранящийся прежде в тайне китайский-итальянский рецепт. Хотя с позиции нашего времени какая тут тайна? В основе обычное молоко. Это вкуснее самого дивного шарбета. Даже придворец Ана Сулеймана и Бандауда за ней дал такую роскошь. Прав Хатабыч, придворец Ана Сулеймана такого не было. А вот на эскимосских пастбищах запросто. Из тундры в цивилизацию эскимосский пирожок привез путешественник Христиан Нельсон. В гостинице в Саляске он облил шоколадом и запатентовал. А вот русское мороженое родилось в Сибири. В погребах замерзшее молоко строгали так же, как рыбу или оленину. Конечно, не рубанком, а ножом. Получилось не мороженое, а эдакая строганина. А вот если этот кусок замороженного молока насадить на палочку и облить шоколадом, получится эдакое эскимос 18 века. В Россию рецепт эскимос привез из США личный нарком продовольствия Анастас Микоян. В конце 30-х пирожки эскимосов, так тогда называли эскимос, уже продавали и в Ленинграде, и в Москве. Это был диковинный элитный продукт, сделанный исключительно ручным способом. Но в 50-х решили мороженое в каждый дом. И чтобы снизить цену, просто не доложили молока. Вместо него в составе мороженого появился воздух. В прямом смысле этого слова. Пышное и воздушное. Именно таким мы помним старое советское мороженое. Так можно ли его найти сейчас? Вместе с экспертами мы попробуем разыскать тот самый вкус. Смотрите через несколько минут. Тайна английской груди. Кто сдает молоко на мороженое? Икра, селедка и водка, как русские ингредиенты, стали основой айс-крима. Удовольствие в жидком азоте. Чем кормили Катю Лель? И где найти тот самый советский пломбир? Сейчас у нас в студии два ярых оппонента. Один считает, что мороженое может быть только из молока. Директор хладокомбината Виктор Лутовинов. И второй оппонент, Лариса Зайцева, которая считает, почему бы не положить пальмовое и кокосовое масло. Кандидат химических наук будет отстаивать интересы жировиков. Жировиков. Итак, молоко против кокоса. Битва начинается. Заменитель молочного жира. Что скажете? Вот категорически против. Сейчас объясню почему. Давай сначала немножко истории. Вот 20 лет назад у нас было мороженое, произведенное на растительных жирах. Отсутствовали в Российском, извините, в Советском Союзе жесткие законы, ГОСТы, которым все придерживались и выпускали прекрасное мороженое. Затем, когда страна развалилась, власть немножко... Вдруг в стране появились кокосы. И обнищала. Естественно, возникло желание сэкономить. И возникло бы очень много технических условий, по которым производилось мороженое. Оно, естественно, низкоценового сегмента. У нас же пальмы не растут в средней полосе России, например, где мы родились. У нас генетические предрасположенности к молочному жиру. По инициативе уже не мороженщиков, а молочного союза, с 1 июля, вот этого текущего года, то, что содержит жир растительный, в обязательном порядке, как минимум, должно содержать 50% молочного жира. Для улучшения характеристик. А, то есть, только из пальмового или кокосового масла мороженого не будет? Ферботт запрещено. Это хорошо или плохо? С 1 июля. Оппонент явно не знаком с ГОСТом, который недавно вышел, согласно которому производимый продукт не является только кокосовым маслом или не является только пальмовым маслом. Я правильно понимаю, что сливочное масло... Заменитель молочного жира лучше обычного сливочного масла. Правильно понимаю? Правильно. А чем? Говорят, что можно съесть только 10 граммов сливочного масла. А заменителя молочного жира сколько больше? А заменителя молочного жира мы можем съесть значительно больше. То есть, потому что там разнообразнее коллекция жиров. Потому что там имеется сбалансированный состав, и он усваивается полностью, не откладывается в виде холестериновых бляшек. Можно я сейчас задам вопрос директору салат-комбинатора? Но продукт заменителя молочного жира будет для здоровья полезнее, чем на чистом сливочном масле. Как минимум лукавства. Если быть совсем честным, наверное, самый полезный это салат из зеленых листьев и чуть-чуть оливкового масла. Вы лично кокосово-пальмовое мороженое едите? Нет. Я ем. Я имею такую возможность каждый день. Я ем, если я знаю, что оно выпущено, если я знаю, кто производитель. Очень хорошо, что теперь на этикетке, только мы наставим, чтобы крупным буквам было написано, молочная основа, либо молочно-растительное. А пока вот пишут там как-то вот это мелко-мелко. Нет, я согласна, но почему убирать слово мороженое? Скажите, паста, а вот общая тенденция... Общая тенденция в мире идет. Замены животных жиров растительными маслами со сбалансированным составом. Вы знаете, я очень хорошо знаю европейский рынок. На территории Федеральной Республики Германии практически нет производителей, которые производят мороженое на растительных жирах. Очень мало. Максимум 20%. И вот я как раз хотела сказать, в сливочном масле у нас вообще не содержится омега-3 кислот, которые обязательно в порядке должны поступать. Давайте просто, как вот зритель нас рассует. Вот возьмем мороженое на молочной основе. Что там находится? Молочный жир, молочный протеин казеиновый и сахар. То есть все три компонента пищи, жиры, протеин и углеводороды присутствуют. По сути-то. Ну, специалист в проездельном питании предпочитает разделять, да, но по сути, как бы это нормально, сбалансировано и как питание может использоваться. Второй аргумент. Мороженое – это, в общем, элемент получения удовольствия. И как бы удовольствие обычно принято получать на чем-то натуральном. Значит, давайте я перечислю 10 преимуществ заместителей молочного жира, которые будут по ГОС. Первое. По технологическим параметрам не уступает сливочному маслу. Второе. Не содержит холестерина. Третье. Не содержит трансизомеров жирных кислот. Четвертое. Содержит меньше насыщенных жиров. Пятое. Пятое. Содержит полиненасыщенные жирные кислоты, практически отсутствующие в сливочном масле, которые необходимы для развития детей, которые... Начинаю четвертого аргумента, который перестает нас понимать. Нет, омега-3 сейчас на многих продуктах пишут. Для развития детей покупайте продукты с омега-3. Рыбку покушали, и вот вам омега-3. А я говорю, что это в одном продукте. Тем не менее, это пятый аргумент. Шестой. Шестой аргумент. Содержит токоферолы, это витамин Е. Седьмой. Содержит каротиноиды, это витамин А. Они же мощнейшие антиоксиданты, препятствующие старению нашего организма. Девятое. Мне кажется, нас сейчас погибло. Да-да-да-да-да-да-да-да. Сейчас. Девятое. Они имеют больше срок годности за счет большей устойчивости к окислению. И последний аргумент. В связи со всем этим они обладают повышенной усвояемостью. А вы можете точно так же, называя по пальцу, быстро и компактно... Не перечисляя всего, я вот хотел вам задать вопрос. Вам известны некие данные о том, что как бы раковый опухоль может развиваться? Раковый опухоль при применении определенных групп растительных жиров. Каких? Назовите конкретно. Ну, я точно не знаю, но в целом... А я точно знаю, что рак вызывает неочищенное растительное масло, которое используется для технических целей, а его из-за дешевизны запихивают. Может быть, правда, и на вашей стороне, но то, что ваш оппонент подготовился лучше, это факт. Это факт, да. Может быть, вы сторонник экологически чистой теории, а это сторонник прогресса. Ну, давайте, ну, здесь у нас химиян, химиян. Ушла дальше, уже появилась пороженная селедкой, с водкой, с луком и даже с икрой. В этом черном-черном доме, где стены увешаны портретами черных-черных диктаторов, среди черных-черных черепов, торгуют белым мороженым. Пожалуйста, берите. Такого вы не найдете больше нигде в мире. Это мороженое из грудного молока. Да, да, именно из женщины. Великобритания, Лондон. В этом кафе мороженое и в самом деле висят портреты злых гениев. Правда, Гитлера здесь называют не диктатором, а ликтатором. С английского это можно перевести как лизатель. И действительно, тут лижут все. А что касается этого мороженого, его особенно любят лизать мужчины. Мороженое из грудного молока. Это не опасно? В это просто не верится. Как такое может быть? No danger. Понятно, что корову молоко дает, но не будут же англичане доить женщин. Все-таки цивилизованные люди. Молоко нам дает женщина. У нас с ней заключен контракт. Она живет в 30 секундах от нашего кафе. Мы получаем свежее молоко в течение всего дня. Не знаю, сколько получает эта доярка за контракт, но мороженое стоит совсем недорого. Цена порции 19 фунтов. Но это мороженое быстро заканчивается, что называется limited edition. Ограниченный выпуск. 19 фунтов это 900 рублей за порцию. А ведь это цена на десерт, который считается единственным в своем роде в мире. При этом производители не скрывают рецепт. Зато в тайне держится и имя поставщика, и возраст, и размер ее груди. Известно только, что она местная. У нее нет проблем со здоровьем, поэтому молоко даже не кипятят. Его же грудные дети едят, так что это полезно. Выслушивая аргументы производителей, во мне борются два противоречия. С одной стороны, я понимаю, что мороженое безопасно, ведь этим молоком кормят грудных детей. Но с другой, есть в этом что-то неестественное. Впрочем, не будем обижать хозяев. Вкусно? Широко улыбаясь и заявляя о том, как мне вкусно, сам думаю, слава богу, что они с мужчинами не заключают контрактов. Еще у нас есть коктейль «Секс-бомба». Это мороженое действует как природная виагра. Да, да, очень стимулирует мужскую силу. Нам объясняют эту комбинацию, особенно любят заказывать женщины. Жирные сливки, абсент, огонь. Мужчина съедает десерт и вечером в постели не подозревает, откуда у него такой прилив сил. Конечно, никакой виагры в этом мороженом нет. А жаль, седуют посетители женщины, эффект был бы куда больше. Может, это и некорректное сравнение, но когда-то также в Колумбии поступали наркодельцы. Чтобы подсадить молодежь на кокаин, они подсыпали порошок в шарики с мороженым. Подростки его ели, а родители не могли понять, отчего дети так часто просят добавку. Специально из России мы привезли все то, из чего, казалось бы, мороженое делать нельзя. Водку, селедку, черный хлеб, икру, сало, лук. Но здесь, в Англии, уверяют, что именно таким лакомством угощают гостей не где-то, а в кафе мороженое. Что ж, проверим. Это тоже Англия, городок Бродстерс. Правда, тут английское мороженое делают итальянцы. Поэтому готовый продукт они называют не айскрим, что в переводе на русский означает мороженое, а джелато. Джелато – это тоже мороженое, но совсем другого качества. Наши кафе существуют уже почти сто лет. Так вот, английское или американское мороженое делают из сливок. Оно жирное, от него толстеют, а итальянское – из молока. Его можно есть сколько хочешь, и фигуру не испортишь. Может, фигуру мы и сохраним, но голову вряд ли. Шеф-повар радуется, что русские привезли водку, и объясняет, как правильно готовить мороженое с водкой. Смешиваем сухое молоко, сахар, стабилизатор, сливки, яйцо. Ведро мороженого у нас получится. И только потом добавляем водку, разбавленную водой. Можно еще добавить. После водки мы сделали мороженое с черным хлебом. Только мякиш, без корочек. Потом с селедкой. Дальше с икрой. Понятно, что это съедобно, но самое удивительное, что это еще и вкусно. Салюты! Салюты! For gelato for ice cream. Ais-girato. Желата. Would you go to bed with me? Английское мороженое, сделанное из русских ингредиентов, мы отвезли на пробу солистам группы Touch&Go. Please. For you. Thank you. For you. О, фрой! Начали с икры. О, кавио! Это же русская икра! А, о боже! Но вкус селикатеса Манесса не оценила. О, нет, мороженое с икрой, нет, мне не нравится. А вот чентельменам холодная закуска пришлась по вкусу. Нормально? Очень интересно. Good, good. I like it. О содержании белоснежного десерта англичане догадались сразу. Водка. Дай мне тоже попробовать. Впрочем, сколько они не хвалили всю эту экзотику сладкоежки, никогда не применяют на любимый десерт. Мое самое любимое – клубничное мороженое. И действительно, звезды предпочитают классику. У нас заказывала Мадонна, она любит из манго, а вот Майкл Джексон любил холодное мороженое с горячим шоколадом. Майкл Джексон. Часто здесь все зависит не от вкуса, а от ситуации. У нас в Англии нельзя курить в кафе. Специально на этот случай мы делали мороженое с табаком. В общем, комбинации мороженого с едой безграничны. Правда, не всегда удачны. Обычно бесперспективные экземпляры выкидывают, но здесь хоронят. Это США, штат Вермонт. На местной фабрике специалисты разрабатывают новые сочетания и вкусы, оставшие непопулярными, сливают с производства. Чтобы почтить их память, американцы организовали кладбище мороженого. У каждого неудачного образца здесь есть своя могила, где указаны даты рождения и даты смерти некогда популярного ледяного бренда. Знаете, чему я искренне удивился во время этой английской командировки? Мороженое с луком, с водкой, с рыбой, даже с соленой рыбой оказалось действительно вкусным. Я уже даже не помню, сколько пачек мы съели этого мороженого. И вот тут возникает вопрос, который интересует всех российских детей. А сколько пачек мороженого можно съесть за один раз? Итак, мы приглашаем в студию доктора Татьяну Романенко. Проходите, пожалуйста. Здравствуйте. Вот я одно не могу понять. Когда я был ребенком, мне всегда говорили, сосульки сосать нельзя, а мороженое можно. Ведь же здесь тоже отрицательная температура, здесь отрицательная. В чем логика? Первое, чего мы боимся, когда используем в пищу холодные продукты, это то, чтобы у нас не заболело горло. Так вот, если вы практически здоровый человек, вы не страдаете часто ангинами, у вас нет такой грозной болезни, как хронический танзелит, вы можете себе позволить есть мороженое и одно, и два, и даже может быть три. И если вы его будете употреблять... Если я здоровый ребенок, я могу погрызть сосульку? Можете. Слава Богу, можно успокоить детей. Но сосулька грязная, не будем грызть сосульки. Лучше будем есть мороженое. Но маленькими кусочками, то есть предварительно согревать это мороженое будем во рту. Тогда нашему горлу ничего не грозит. А это полезно есть, ну, лед фактически холодный? Да, безусловно. Безусловно, вы совершенно правы. Есть мороженое, если отбросим все другие его полезные качества, полезно. Почему? То есть тем самым мы даже стимулируем иммунитет. То есть мы приучаем свое горло к низкой температуре, повышаем активность тех ферментных систем, которые находятся в ротовой полости, и можно сказать, закаливаем организм. Но если у ребенка болит горло или у вас болит горло, ни в коем случае не нужно пытаться вылечить ангину мороженым. А, то есть кол-колом вышибает, это не эта история? Клин клином не вышибает. Клин клином вышибать не будет. Но помните, очень давно, не знаю, вспоминаете вы или нет, раньше, когда детям удаляли миндалины, делали операцию... Мороженого... Совершенно верно. То есть в данном случае мороженое используется даже как лекарство. Оно помогает быстрее остановить кровотечение, то есть обладает кровоостанавливающим действием. Мороженое можно останавливать и носовые кровотечения. То есть если у вас часто идет носом кровь, опять-таки обследовавшись у доктора, да, потому что причин может быть масса, но употребляя в пищу мороженое регулярно, мы тем самым повышаем устойчивость сосудов, да, то есть мы их суживаем, то есть уменьшаем риск развития вот этих кровотечений. И еще про мороженое можно сказать. Его можно использовать как косметическое средство, потому что суживая сосуды в ротовой полости... То есть это на лесу, что ли? Это одно. Да, совершенно верно. То есть расширяются сосуды кожи, да, то есть периферические сосуды. Я не совсем понял, то есть мы берем пачку и... Не-не-не, употребляя в пищу, то есть это локально, то есть кровь перераспределяется. То есть это можно сказать и с точки зрения... Сколько кожа молодеет за счет того, что... Совершенно верно. Сколько пачек нужно съесть? Стоп. А теперь поговорим о том, не зря мороженое называют друг ангины и враг тонкой талии. Калорийность одного брикета мороженого это где-то 200 килокалорий-400 килокалорий. В зависимости от жирности, от насыщенности, там, с растительными жирами, животными жирами и так далее. То есть, по сути дела, если мы в день будем съедать 3 мороженых по 400 килокалорий, это ваш суточный рацион. Вам больше ничего есть нельзя. Деткам с какого возраста можно давать мороженое? Хитрый вопрос. Сгода. Я думаю, что как только мы ребеночка переводим на обычную взрослую пищу, это обычно наступает где-то в 3 года, уже можно давать ему мороженое. А до этого давайте детям молоко. Это будет полезнее. Представим, что это горячий чай. Аккуратно не обожгитесь. Держите. А вот это, допустим, мой холодный зуб. Вот у меня почему всегда говорили, что нельзя мороженое вместе с чаем, потому что полевая горячая, она холодная, на наших зубах трескается эмаль потом. Правда? Потому что самое происходит с нашей эмалью, когда мы видим, как думаете, мороженое вместе с чаем? Ну, примерно происходит то, что вы сказали, но мы же, наверное, все-таки мороженое уже согрели во рту, мы же его едим маленькими кусочками. Чай мы не пьем кипяток. Поэтому давайте договоримся, что мы будем есть чуть растаявшее мороженое и запивать теплым чаем. Тогда никакого вреда мы зубам не принесем и от ангины убережемся. И эмаль не потрескается. Совершенно верно. Итак, со здоровьем мы разобрались, а тем временем мы продолжаем искать тот самый рецепт старого доброго советского мороженого. Может быть, звезды знают, где его найти? На любой вкус и цвет, мягкое и на развес, в вафельных стаканчиках и в брикетах и неизменно холодное. Сегодня Валентина Бантемпи, шеф-повар итальянского ресторана, обещает охладить и удивить одновременно. Известные политики и артисты, нередкие гости у Валентина. Сегодня на сладкое заглянула Катя Лель. Сегодня очень жарко, правильно? Жарко-жарко, я думаю, мы можем готовить сорбет из манго, морковь и немножко малины. Сделаем? Да, очень заманчиво, с удовольствием. Шу не на кухне, прямо на глазах. Все, начинаем. Добавим немножко наше пюре. Свежевыжатый сок пюре из манго, моркови и яблок, немного сахара. Пусть будет более насыщенным. Но разве это мороженое? Вот это жидкий азот. Ого, ого. Это надо очень аккуратно. И вот, внимание, температура минус 196 градусов. Такая кулинарная магия производит на окружающих сильное впечатление. Азот – это воздух. Красота какая. Ждем, пока рассеется пар. Ух ты, грация, вау, какая красота. Грация. Боже, это так красиво. Я представляю, как это вкусно. Но есть такое мороженое нужно сразу. Нереально. Магический, волшебный вкус, потому что чувствуешь себя просто как в сказке. Цена тоже сказочная – 400 рублей за порцию. Это натуральное мороженое, без кимия, только свежий продукт. И поэтому приходите к нам. И я буду рад готовить по вашим мороженым. Врут, что Москва – самый дорогой город мира. Если мерить по мороженому, то Нью-Йорк явно лидер. Внимание! Цена этого мороженого – 25 тысяч долларов за порцию. 28 сортов какао и 6 граммов чистого, но съедобного золота. Вазочка для мороженого тоже украшена золотом, правда, несъедобным. Ложечка усыпана бриллиантами. Посуду посетитель, не стесняясь, может забрать себе. А вот в Москве с высоты птичьего полета с собой можно забрать только впечатление. Под самым шпилем гостиницы «Украина» десерты только для влюбленных. Сердцем нашего вулкана будут вот такие замечательные профитроли с кремом из сыра маскарпоне и с малиновым соусом. Торт для двоих с броским названием «Вулкан» – шедевр кулинарного искусства. Двухслойный десерт из сливочного и шоколадного мороженого. Внутри – натуральный малиновый сироп из свежих ягод. Сверху – жерло из сладкой ваты, малины и листочка мяты. Когда мы будем разрезать этот торт, вот из него вот взрыв такой, лава, эмоции, любви. Все это выйдет, мы увидим по своими глазами. Подняться над суетой города и своими глазами увидеть, а главное – попробовать уникальный десерт. Сегодня пришли Алексей Гоман и Мария Зайцева. Боже мой, мы вообще любим. Та-дам! Он всех достанет шалопай. Певцы и по совместительству супруги Алексей и Мария мороженое любят. Правда, позволяют себе его не так часто, как хотелось бы, связки берегут. Но сегодня они решили сделать исключение. Мы сейчас увидим сердце вулкана. Красиво. Несколько движений ножом, и вулкан готов к извержению. Наш вулкан изждетнится лавой. Боже мой, как это выглядит. Вот, вау! Просто вообще. Смотрите. Вообще здесь все вкусно, и соус вкусный. И чувствуется, во-первых, что немаловажно, наверное, это самое главное, помимо мастерства приготовления всего, то, что это натуральные, правильные продукты. Цена такого мороженого – 3000 рублей за килограмм. Впрочем, артисты любят простое, обычное мороженое. Я очень люблю обычный пломбир в обычных стаканчиках вафельных. Да что там люди со своими вулканами и стразами? Австрийцы решили выпускать мороженое для собак. Рецепт Дагиси мы разрабатывали целый год. Дегустаторами в данном случае выступали собаки породы ретривер. Больше всего им понравилось ванильное с печеньем. На втором месте – рисовое с тунцом. Неизвестно, вкусно было собакам или нет, но летом лающая очередь в кафе выстраивалась каждое утро. Так где же найти то самое доброе советское мороженое? Оказывается, его можно не покупать, а приготовить. Сегодня у нас в студии шеф-повар, который проводит мастер-классы по приготовлению домашнего мороженого. Роман Суворов. Роман, можно прям получить тот самый вкус? Для того, чтобы его приготовить, на самом деле взять надо просто натуральные компоненты, которые по вкусу соответствуют как раз тому самому вкусу. Это что такое вы взяли? Это натуральные сливки животные, жирностью 35-38% совершенно непринципиально. Отделяем желтки от белков. Нам нужен только желток. Это так называемый заварной крем будет для мороженого. Желтки смешали с частью сливок, перемешали это венчиком. Но здесь еще очень важный момент, это не переборщить с температурой. Вот видно у нас, что у нас масса уже загустевает. Здесь, я думаю, что зрители тоже это видят. Желтки наши заварились. Когда мы добавляем остальные ингредиенты, особенно когда сливочное масло, мы должны добавлять в теплую массу, чтобы масло не растаяло, а просто распустилось и связало консистенцию. Добавляем ванильный сахар. Вот как раз ванилинчик и желток дают тот самый такой вкусный, вздобный вкус мороженого, ванильного. Добавляем сгущенку. Сгущенки нужно приблизительно 100 грамм. Мне казалось, сгущенки не бывает в мороженом. Еще как бывает, вот как раз в том самом пломбире присутствует сгущенка. Наша масса готова. Теперь самое главное, что ее охладить. Вот эту массу мы переливаем. Убираем в холодильник. Убираем в морозильник. В морозильник. Вот, в железную миску, потому что стекло у нас хлопнет. То есть фактически вот это застынет, это и есть мороженое. Да, для того, чтобы не образовывались кристаллики льда, мы постоянно помешиваем это мороженое. И если нам не лень мешать, то мы получим прекрасное мороженое, очень-очень похожее как раз-таки на то самое мороженое. Вот так мы это сделали. Пока кристаллики льда не образовались, убираем нашу массу в морозильник. Еще раз в сутки она будет готова. Ну что же, наше мороженое заморозилось. Осталось его разложить, украсить и подать на стол. Что мы сделаем? Мы положим несколько шариков, несколько кусочков мороженого. Замечательное украшение – это ягоды. Соответственно, можно украшать мятой, можно украшать зеленым базиликом мороженое, можно украшать тархуном. Зеленым базиликом? Да. Вы еще скажите, петрушкой. Нет, эти травы замечательно подходят как раз к мороженому. И если вы попробуете, мороженое можно поливать даже бальзамиком, который приготовлен с сахаром, ванильным сахаром. Итак, можно взять немного орехов, одно украсим орешками, раздаем их на замечательной ледяной доске. Как мне нравится в студии. Вот, замечательно. Посыпаем орешком, можно немножко другого ореха, или даже вот целенький положим, уже будет замечательно, симпатично смотреться. Другое мороженое украшаем, например, у нас ежевика, красивенная смородина по сезону. Итак, последний штрих, и наше мороженое готово. Приятного аппетита. Спасибо. Выглядит это, конечно, красиво, но согласитесь, самим дома готовить мороженое, как правило, лень. Проще пойти в ларек и купить. А как правильно выбрать мороженое, об этом мы и рассказывали сегодня всю нашу программу. Десерт родом из детства, мороженое, теперь оно бывает и из грудного молока. И поднимающее потенцию. Бывает селедка с икрой, с салом. Оно такое разное по вкусу и составу, но почти всегда одинаковое на вид. Вкус современного мира мороженого во многом – это вкус заменителей. Экспертиза мороженого, вырванного из рук первых лиц страны, это подтвердило то, что отдали на экспертизу из Госдумы и Совета Федерации вместо молока наполнено маслом. Синтетические усилители вкуса, заменители вкуса, красители, подчас, кстати, содержащие продукты, иногда, возможно, вызывающие привыкание. И только премьерский рожок был без обмана. Так как же найти честное мороженое из детства? Первое. По ГОСТу делают или пломбир, или сливочное, или молочное. Оно-то уж точно из настоящего коровьего молока. Если в мороженое не добавлены растительные жиры, то такое мороженое должно носить название – пломбир, сливочное, или молочное. Второе. Название «Эскимо» гарантирует только форму. «Эскимо» может быть как пломбир, сливочное и молочное, так может быть и мороженое с растительным жиром. Третье. Если вместо молока будет пальмовое или кокосовое масло, на упаковке обязательно появится надпись «Мороженое с добавлением растительного жира». Четвертое. Разобрались с этикеткой, обратите внимание на консистенцию продукта. Любите мороженое, как в детстве? Тогда не выбирайте слишком мягкое. Старое советское мороженое, оно было более… Плотное. Более плотное. Более снежистое. В советское время в такой стаканчик входило 100 грамм мороженого. Сегодня в такие стаканчики растасовывают 70 грамм мороженого. Это говорит о том, что воздуха в сегодняшнем мороженом стало больше. Но это именно портит его качество. В общем, чтобы купить то, что хотите, и не есть снег по цене сливок, обязательно читайте состав на упаковке. Старое доброе советское мороженое еще осталось. Напомню, раньше здесь была надпись «Мороженое», а здесь «Мелорин». То есть этот продукт сделан из молока, а этот с применением кокосового масла. Но, как показала наша проверка, сотрудники редакции во время съемок отламывали себе кусочки именно от этого куска. Все-таки тянет людей к натуральному.